Библейский портал экзегет.ру представляет 26 глава Евангелия от Матфея Я читаю свой перевод для библейского портала экзегет, даю краткие комментарии Это глава предательства и тайны вечера Интересно, что они соединены в этом Евангелии вместе В других тоже, но здесь как-то особенно ярко это видно Потому что обе темы очень хорошо прослеживается Длинная глава, давайте обратим внимание на то, как они сочетаются Итак, до сих пор Иисус проповедует Причем когда-то большому количеству людей, когда-то ученикам Но это такая проповедь законченная После проповеди начинается диалог Когда Иисус закончил все эти речи, Он сказал своим ученикам Вы знаете, что через два дня наступает Пасха То есть праздник исхода из Египта Когда отмечалось рождение израильского народа И сын человеческий будет предан и затем распят А первосвященники и старейшины израильского народа Собрались тогда во дворце первосвященника по имени Каяфа Ну то есть верховного И сговорились с хитростью схватить Иисуса и убить Но говорили они только не в праздник, чтобы избежать народных волнений Понятно, что Иисус очень известная личность И если что-то с ним сделать, то народ может отреагировать по-разному Иисус был тогда в Вифании, в доме Симона Прокаженного Мы, в общем-то, толком не знаем, кто это такой Видимо, Он его исцелил К нему подошла женщина с алебастровым сосудом Полным драгоценного благовонного масла Алебастр — это такой материал Из него делали особо ценные сосуды Сегодня, в основном, это порошок Такое строительство применяется не очень ценный А тогда это был ценный как раз И масло Его называли еще словом «мира» Оно из благовонных ароматических веществ И поэтому оно дорогое И используется в основном в косметике Так вот, значит, подошла женщина с алебастровым сосудом Полным драгоценного благовонного масла Иисус возлежал за столом А она возлила масло ему на голову Возлежал, то есть он На такой небольшой кушеточке Как бы, да, находился Оперевшись рукой И она подошла сзади Для того, чтобы это сделать Увидев это, ученики стали с возмущением говорить К чему такая трата? Масло можно было продать за большие деньги И раздать их нищим Ведь только что у нас в предыдущей главе Была история про то, что надо накормить голодного Одеть на голода Ну вот, казалось бы, это и надо бы сделать тут А тут трата впустую Эти главы вступают с собой в диалог Не только эти Вот с одной стороны так А с другой стороны немножко иначе И важно, что в Евангелии для всего этого есть место Так вот, продать за большие деньги И раздать их нищим Иисус понял это и сказал ему Зачем вы обижаете эту женщину? Она сделала ради меня доброе дело Нищие всегда будут рядом с вами Можете им помогать, когда захотите А я не всегда буду с вами Возлив это масло мне на тело Она приготовила его к погребению Аминь, говорю вам По всему миру, где только будет возвещено Евангелие Расскажете о том, что она сделала Вспомнят о ней То есть, да, благотворительность это хорошо Но и забота о Христе Которая, конечно, вытекает из Вот этого какого-то очень личного Отношения между ними Она тоже важна Тогда один из двенадцати по имени Иуда Искариот Отправился к первосвященникам Но это уже не один, а целая группа Вот эти вот Руководители храмового священства И спросил Сколько заплатите, если и предам его вам? Они пообещали ему тридцать серебряных монет Те самые динарии как раз А он стал теперь искать удобного случая Предать Иисуса В чем, собственно, предательство? Уж не в том, конечно, что нужно было показать Кто там Иисус, а кто нет Потому что это и так все знали Он знаменитость, да А в том, чтобы выбрать удобный момент Когда вот не будет рядом толп народа Когда арест не приведет к тяжелым для Нежелательным для первосвященников последствиям В первый день праздника пресных хлебов Это когда ели только пресный хлеб То есть, собственно, праздник Песоха или Пасха Ученики подошли к Иисусу и спросили Скажи, где нам приготовить себе пасхальную трапезу? Он им ответил Вступайте в город такому-то человеку И передайте ему слова учителя Приблизилось мое время у тебя Я отпраздную Пасху с учениками Вот, смотрите, как бы все уже готово Они только собираются Оказывается, что стол уже накрыт Собственно, празднование Пасхи И сегодня в водаизме это такой, скорее, семейный праздник Ученики поступили, как им поручил Иисус И приготовили пасхальную трапезу Когда настал вечер, он возлег вместе с двенадцатью Возлег, то есть, опять-таки, на стол За столом на кушетке небольшой такой, опираясь на локоть За трапезу Иисус сказал Аминь, говорю вам, один из вас предаст меня Тогда они начали говорить ему с большой горечью один за другим Но ведь не я, Господи А он сказал им в ответ Кто макает свой кусок хлеба в одно блюдо вместе со мной Тот меня и предаст Да, сын человеческий идет, куда и предсказано в Писании Но горе тому человеку, через которого совершается предательство сына человеческого Лучше было бы тому человеку вовсе не родиться Еще особенная трагедия вот в этом совпадении Тот, кто ест со мной за одним столом И тем более на праздничной трапезе Не просто обедает так вот ежедневно А вот на праздничной трапезе И, соответственно, что вот это все нужно помнить Когда предатель кто-то со стороны Ну, ну ладно А когда вот он из самого ближнего круга Это особенно, конечно, тяжело Предатель Уда тоже сказал ему Неужели я рови? А тот в ответ Ты сам так сказал Когда они ели, Иисус взял хлеб, благословил его Разломил и раздал ученикам со словами Примите это тело мое Это, конечно, слова, которые потом повторяются При литургии Когда совершается то, что называют по-разному Но когда вот тело и плоть возникают из хлеба и крови И, смотрите, здесь тоже не описано А как он это говорит? Он просто говорит эти слова Примите это тело мое А почему тело? Потому что пасхальная жертва Это барашек, которого съедают за этим столом И тут, конечно, нигде не упомянут барашек Которого едят, да, заколотые Но хлеб, который они едят из рук Иисуса Это и есть вот эта жертвенная плоть Это жертвенное мясо Символически, конечно Не является оно в физическом смысле слова мясом И поэтому это некая новая трапеза Некоторый новый ритуал Некая новая жертва Которая, соответственно, заключает некий новый завет Ну, а где плоть, там и кровь Взял чашу с вином, естественно Благословил и передал им со словами Пейте из чаши все Эта кровь моя, ради многих людей Она проливается и заключает завет То есть первый завет Тот, который сегодня христиане называют ветхим Между израильским народом и Богом Был заключен при помощи жертвоприношения Когда кровь жертвенного животного Окропил Моисея этой кровью весь народ Ну и вот чаша этой крови была таким символическим вместилищем этого завета Завет понятие нематериальное Но чаша материальная Вот так и здесь чаша с вином становится вместилищем этого нового завета А одновременно она, его кровь, которая еще не пролилась Но прольется очень скоро на кресте Говорю вам, уже не буду пить сок этой виноградной грозди До того самого дня, когда выпью с вами новое вино в царстве моего отца Пропев хвалу, а опять-таки по традиции пасхального ужина Были определенные гимны, которые пелись после ужина Они пошли на Илеонскую гуру Это напротив храма Тогда говорит им Иисус Все вы поддадитесь соблазну и оставите меня этой ночью Ведь было написано Поражу пастуха и рассеются овцы стада Но когда воскресну, сам прежде вас окажусь в Галилее Ну, вот опять про предательство Бывает предательство продуманное А бывает предательство от страха, от неуверенности, от непонимания, что происходит И второе можно преодолеть Петр сказал ему в ответ Пусть все поддадутся соблазну оставить себя Но я не поддамся никогда Такая мощная переоценка своих сил Иисус ему ответил Аминь, говорю тебе Сегодня этой же ночью не успеет пропеть петух Как ты трижды от меня отречешься Говорит ему Петр Если бы даже пришлось умереть с тобой И не отрекусь от тебя Ну, диалог понятен Комментировать его не особенно нужно Но почему его Матфей включает? Вообще, зачем история отречения Петра Которая в Евангелии не только у Матфея присутствует? Чтобы показать слабость человека Чтобы показать, что нельзя зарекаться Чтобы показать, наверное, что Вот даже такое отпадение И оно может быть прощено, преодолено То есть не надо отчаиваться Если даже что-то подобное случилось Говорит ему Петр Если бы даже пришлось умереть с тобой И не отрекусь от тебя А потом Иисус идет со своими учениками В место под названием Гефсимания Интересно, что даже ничего Петру не отвечают Он сказал один раз И этого достаточно А Гефсимания Или по-еврейски Гатшемен Давильный для оливкового масла Это место как раз на Ильонской горе Там он говорит ученикам Побудьте здесь А я отойду поодаль помолиться Тоже интересное упоминание Что молитва для Иисуса Это нечто самое важное Это не то, что вот Ну, там сначала помолимся Потом за еду принимаемся Да, как во всех практически Религиозных традициях Или вот там вот по обряду Положено здесь произнести Некую молитву Таких обрядов, кстати Мы, в общем-то, не встречаем в Евангелии Не то, чтобы Иисус их не произносил Вот он благословляет Они поют псалмы Во время пасхальной трапезы Это вот оно Но о них не говорится подробно А вот молитва, которая самостоятельно Которую он просто В какой-то момент жизни Ставит на первое место Которое для него важнее всего остального По каким причинам он выбирает Всех или иных учеников Не всегда понятно С собой он взял Петра и двух сыновей Зеведея Это Яков и Иоанн Ну, такой ближний круг Они же в истории преображения Тогда говорит он им Душа моя в муке смертной Останьтесь здесь со мной Будьте на чеку Ну, то есть Хоть кто-то рядом со мной Чтобы немножко мне облегчить Немного отойдя Он пал лицом на землю И стал молиться так Отец мой Если можно, пронеси эту чашу Мимо меня Надо будет по-твоему А не по-моему Вновь чаша Смотрите Чаша у нас только что была Чаша завета Да, но и чаши крови И пить из этой чаши Завета или крови Означает заключать этот завет Но заключать завет Означает проливать кровь В данном случае собственную Возвращается он к ученикам И заставит их спящими Тогда говорит он Петров Что же, не смогли вы продержаться Вместе со мной одного часа Будьте на чеку И молитесь, чтобы не податься Искушению Дух крепок, а плоть немощна Вот снова мы видим Те же самые слова И они не справляются с этим Они бы хотели, наверное Но сейчас их занимают Другие вещи Вот не очень важна им эта молитва Не очень важно им быть с Иисусом В конце концов был долгий день Был вкусный пасхальный ужин За ужином пасхальным вино пьется Вот после этого Ну как не прилечь поспать Будьте на чеку и молитесь Чтобы не податься искушению Дух крепок, а плоть немощна Вот такое столкновение Обычных религиозных практик Которым Иисус вполне следует И чего-то, что их превосходит И чему они, в общем-то, мешают По-хорошему Их можно совместить И Иисус совмещает А слабый человек с немощной плотью Нет Его вот сон клонит После всего этого празднования Снова он отошел И второй раз помолился Отец мой Если нельзя принести мимо меня Эту чашу Чтобы мне из нее не пить Пусть тогда свершится воля твоя А когда он опять вернулся То застал их спящими Глаза у них слепались Он снова их оставил И пошел помолиться в третий раз Снова повторяя те же слова А зачем? Вот он разговаривает с отцом И что ему не хватает Сказать один раз Или отец его не поймет Не услышит Знаете, мне кажется Вот эта троекратность Ну, во-первых, символическое число Она подчеркивает Ну вот важность и истинность Тех слов, которые он говорит Да, вот трижды Люди говорят то, что хотят уже Запечатлеть Да А с другой стороны Это же Такой процесс беседы Ведь не сказано, что Бог ему отвечал В других Евангелях есть там ангелы Которые помогают ему Но здесь Это только его слова И тем не менее ответ есть Он понимает, что невозможно Чтобы эта чаша прошла мимо И тогда он принимает То есть Третья молитва И вторая Не то же, что первая Она о том же Она к тому же обращена Но она другая То есть Молитва – это диалог с Богом Оказывается Даже если никаких слов Не слышно в ответ И вернувшись к ученикам Говорит им Все-то вы спите Все почиваете Довольно Настал час Когда сын человеческий Будет предан в руки грешников Вставайте Идем близко Уже тот, кто предаст меня Не успел он это сказать Как пришел Иуда 1 из 12 И с ним большая толпа С мечами и дубинами Люди первосвященников И старейшин израильского народа А предатель условился С ними еще раньше Кого я поцелую Тот есть Иисус Хватайте его Ну вот он им Назвал место и время Когда будет удобно Его встретить И А почему такой признак Ну давайте Прочитаем сначала И вот он Подойдя сразу к Иисусу Приветствовал его Здравствуй, раби И поцеловал Иисус ответил ему Друг, так вот для чего Ты здесь Ну на востоке До сих пор Кстати Поцелуй при встрече Между мужчинами Это довольно частый Знак приветствия Но здесь Такого особого почтения Особой нежности Надо конечно Поздороваться с учителем И Почему он Не мог просто Показать пальцем И сказал Вот этот Иисус Наверное Хотел достичь Внезапности Вот смотрите Идет эта Большая толпа С мечами и дубинами Уж Они справятся Но вдруг Апостолы Окажут сопротивление Их там вообще Всего трое Ну мало ли Вдруг они Какие-то Супер бойцы Покрошат всех Винегрет Или там Вдруг они Позовут на помощь А там еще Целая толпа Пробежит Вот они трусливы Даже при полном Превосходстве Они скрывают Свои намерения И Очень хороший Такой критерий Да Вот человек Сражается Открыто С тем Кого он считает Врагом Или человек Из-под тяжка С явным Численным превосходством Пытается Напасть Из-за угла Иисус ответил Мой друг Так вот Для чего ты здесь Почему не обличил Почему кстати Если он знал Кто предаст На тайном вечере Еще не сказал Как бы было Хорошо Чтобы вот Не было Этой мучительной Неопределенности А другие апостолы Может быть К себе Заглядывали внутрь В душу В совесть И думали А вдруг это я Вдруг что-то произойдет Меня будут пытать Меня заставят Я не хочу Но Но не выдержу Да И вот Нет бы сказать сразу Вот Иуда Разрушил бы замысл Предательства Но иногда говорят Что предательство Входило в божественный план Мне не хочется Так думать Подлости и гадости Не входят в божественный план Бог может их использовать Это правда Он может обернуть Все к лучшему Но вот Чтобы Бог говорил Ага Вот пусть Иуда Его предаст Это будет прям вот здорово Я не могу себе Такого представить Но смотрите Иисус оставляет Ему всегда Возможность передумать Он говорит При всех Не называя Если бы он сказал То апостолы бы просто Его наверное Прогнали Этого Иуда Да И здесь он говорит Так вот для чего Ты здесь Он предлагает задуматься Как Бог спрашивал Адама Адам где ты В райском саду После грехопадения Да Не говорил Адам Ты согрешил Ты нарушил заповедь Но где ты То есть Дается шанс Самому человеку Оценить Происходящее И сделанное Да И сделать свои выводы Но выводы Не были сделаны И те кто пришел С Иуда И схватили Иисуса Взяли под стражу Один из тех Кто был с Иисусом Протянул руку Выхватил меч И ударил раба Первого священника Отсек ему ухо Ну видимо Намерения были серьезнее Он видимо Целил по шее Или по Верху головы Но раб Увернулся Поэтому Пострадало только ухо Тогда говорит ему Иисус Вложи свой меч в ножны Все кто взялся За меч Отмечая погибнут Неужели ты думаешь Что я не могу попросить отца Он бы тут же спасал мне На помощь больше чем Двенадцать легионов ангелов Но легион Это несколько тысяч человек До десяти То есть Это прямо огромная армия Но как же тогда Исполнится сказанное В писании То что должно сбыться Ну Всем хорошо понятно Что это отказ от насилия Ради защиты себя самого Ну и общий принцип Вот Все кто взялся за меч Отмечая погибнут Вряд ли от своего Потом Это будет переделано И гораздо чаще В России знают Цитату Из якобы Александра Невского Кто с мечом К нам придет Да Но Иисус сказал Кто взялся за меч То есть тот Кто начал говорить На языке насилия Пусть В ситуации Когда Как на нем Не заговорить Да Вот Учителя арестовывают Предателей Уда Да вот Петр храбрый боец Пришла огромная толпа С оружием А у него Ну это обычно Понимается так Что Петр Хотя Матфея не называют Конкретно Так вот Он храбрый боец Он не боится Вступить В бой С превосходящими силами Противника Чтобы защитить Своего учителя Молодец Это похвалить надо А Иисус ему говорит Нет ни военной силы Хороший урок А толпея Иисус сразу ответил Вы пришли взять Меня с мечами И дубинами Словно на разбойника Вышли Каждый день Я сидел Среди вас В храме И учил Что же вы Не схватили Меня Но все это Случилось Чтобы исполнилось Сказанное В писаниях Пророков Ну с одной стороны Упрек конечно Да То что вот Смотрите Как Вы некрасиво Себя ведете А с другой стороны Он говорит Есть божественный Замысел Вот даже Если люди Ведут себя Некрасиво Это может Каким-то образом Вписываться В этот божественный Замысел Не значит Что они правильно Действуют Но значит Что Бог Это может Обернуть В той цели Которую Он наметил Все ученики Тогда бросили Его и бежали А те кто схватил Иисуса Отвели его К первосвященнику Каиафе Где уже собрались Книжники И старейшины Это главный Первосвященник И соответственно Он должен Вынести решение Петр шел Следом за ним Поодуль Вплоть до двора Первосвященника Храбрый боец Опять-таки Смотрите Вот не случайно Его последующая Слабость Она показана Не то что он там Сразу спрятался Под куст Дрожал Я наверное так себя бы вел Если бы там был я А Петр вот Храбрец Но как эта храбрость В какой-то момент Заканчивается Тоже очень важная история Потому что Смотрите Иисус уже предупреждал И предшествующие главы Очень много об этом говорят Ученики Меня скоро с вами не станет Как вы будете жить Как вы будете Выстраивать Свою Веру Вот когда нет С вами учителя Сейчас я вам расскажу Об этом в притчах И вот смотрите История про Петра Да Итак Все ученики Тогда бросили Его и бежали А те кто Схватил Иисуса Отвели его к первосвященнику Каяфе Где уже собрались Книжники и старейшины Петр шел следом За ним Поодлив Плод до двора Первосвященника Самый храбрый Единственный Кто не сбежал Он вошел туда И сел вместе со слугами Чтобы увидеть Чем кончится дело Он еще и разведчик Да Он не просто стоит Там в сторонке И думает Ну вдруг Иисуса Отпустят Я его тогда обниму И мы пойдем там отдыхать Да А он Разузнать все хочет Чтобы своим рассказать Может быть Улучить момент Помочь Иисусу Да Сбежать его Ему как-то Устроить побег А первосвященники Веси Синодрион Это Верховный Совет Искали ложное свидетельство Против Иисуса Чтобы осудить его на казнь Они заранее собрались Причем ночью Ночью вообще-то Не судить Не допрашивать Не положено Даже по нашим Нынешним законам Но и по тогдашним тоже Ночь Это время тьмы Время когда у людей Не очень ясно работает сознание После целого дня Да Время когда Гораздо проще Что-то скрыть И провести тайно Свидетельство против Иисуса Чтобы осудить его на казнь То есть они не Разбирали его дело Чтобы вынести приговор А они искали повод Чтобы вынести Уже заранее Утвержденный приговор Но не находили Хотя выходило Много лживых судителей Вот удивительно Да Но Они соблюдают Формальную Справедливость Формальное Справосудие Они могли бы его просто Убить У них куча народу Иисус безоружен Но им важно Чтобы это было Еще и по закону Почему? Откуда такое Важение к закону? Ну видимо потому что При всей Своей ненависти К нему Они пытаются Сделать вид Что они правы И что это Законный приговор А не просто Из-за угла Кто-то напал Набросился Убил и убежал Так вот Свидетели много Лживых Затем появились Еще двое И сказали Он говорил Я могу разрушить Храм Божий И в три дня Воздвигнуть заново Действительно Что-то похожее было Только Говорилось Это о Его теле Которое Будет разрушено То есть убито И заново Восстановлено Потому что Тело его Есть храм Божий В котором обитает Бог Тогда поднялся Первосвященник И спросил Иисуса Что же ты не отвечаешь На это свидетельство Против тебя Ну формально же Требуется на суде Дать слово Подсудимому Но Иисус молчал Не отвечая Ничего Понимая Что ответ Бесполезен Что приговор Вынесен И первосвященник Спросил его Заклинаю тебя Богом живым Скажи нам Ты ли Христос Сын Божий Это прямой вопрос И на него Иисус дает ответ Потому что Собственно Вот То Что определяет Его служение В этом мире Да Ответ На этот вопрос Определяет Отношение К нему И до сих пор Собственно Это граница Между христианством И нет Понятно Что можно Иначе Это провести Границу Что есть много Других признаков Но Вот кто Такой Иисус Из Назарета Ты ли Христос Сын Божий Спрашивает Его первосвященник Говорит ему Иисус Ты сам Так сказал И скажу Вам больше Отныне Вы увидите Сына человеческого Сидящего по правую руку От высшей силы Увидите Как он грядет На облаках небесных То есть Он и есть Тот самый Сын человеческий Который Пророчество Даниила Которого ожидают Как мессию И да Он подтверждает Эти слова А зачем Зачем Ты сам Так сказал А потому Что Иисус Не навязывает Этого Он не приходит И говорит Я сын Божий Я сын Божий Все ко мне Ни в коем случае Он действует Он проповедует Если кто-то Говорит Ну это же Сын Божий Тогда он Говорит Ты это Сказал Это не я Тебя навязываю Но Когда это Произнесено То он Уже Дает Такую Полную Мессианскую Титулатуру И пророчество Сына человеческого Сидящего По правую руку От высшей силы То есть Бога Увидите Как он грядет На облаках небесных Тогда Первосвященник Разорвал Своё деяние Со словами Он богохульствует Но делает себя Равным Богу К чему еще Нам свидетели Вы сами Сейчас слышали Богохульство Как вы считаете Остальные отвечали Заслуживает смерти Ну наконец-то Какое облегчение Для них Да Все пытались Пытались И вот он сам Сказал то Что достаточно С их точки зрения Для смертного приговора Тогда они стали Плевать ему в лицо И бить по щекам А некоторые Нанося удар И приговаривали Из реки нам пророчество Христос Кто это тебя ударил Видимо такая Жестокая игра Когда бьют Так что человек Не видит Может быть завязав Ему глаза Или со спины И человек должен Угадать Если не угадывает Бьют еще Пока не угадает Наконец И вот Раз он пророк Раз он Христос Он же точно Должен угадать Вот Зачем издеваться Они хотят Его убить У них кажется Это начинает Получаться Правда еще нужно Чтобы Пилат Утвердил приговор Потому что Пилат это Высшая римская власть А сын Андреон Он подчиняется Пилату Хотя не напрямую Но в принципе Все идет По их плану Зачем еще Его избивать А вот Настолько Ненависть Большая Настолько Желание силы И власти Велико Что хочется Проявить эту силу И власть При любом удобном случае И Раз он Богохольствует Как они сказали Значит Можно над ним Издеваться И с точки зрения Вот Этого его достоинства Да Втаптывая Его В грязь Не только физически Избивая Но и Унижая Его заявление Я пророк И вы увидите Сына человеческого Да Да Ну что же Наш Петр Вот Смотрите Две стойкости Стойкости Иисуса Который прямо Отвечает На прямо Поставленные Вопросы И молчит Когда Ответ Не нужен Потому что Бесполезен И Петр Который так Храбрился Который Воевать Собирался А Петр Сидел снаружи Во дворе Подошла к нему Одна из служанок И сказала Ведь и ты был С Иисусом Из Галилеи Ну еще бы они Там у всех на виду Все эти дни Он пред всеми Отрекся Не понимая О чем ты говоришь Ну еще бы Он же разведчик Она же не говорит Там Мессия ли он Веришь ли ты в него Он просто говорит Она просто говорит Ты один из них Он говорит Нет 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 Он скрывается Он в разведке Петр отошел к воротам Ну чтобы не мелькать Там где его Увидели Узнали Там его видела Другая служанка И сказала Тем кто был рядом Он был С Иисусом Назореем Снова Петр Клятвен Отрекся Я не знаю Этого человека Через краткое время К Петру подошли Те кто там стоял И сказали Ты точно Один из них По твоему говору Заметно Он же галилеянин У них акцент Да Как у нас там В Рязани Гребы с глазами Вот так Галилеи тоже Какие-то свои Особенности Произношения Мы сегодня Не знаем Какие И видно Что галилеянин Вот точно Да Сомнения до сих пор Были Но теперь их Не осталось Он начал Клясться И божиться Что не знает Того человека Вот уже Клясться и божиться То есть Призывать высшие силы В свидетеля И тут пропел петух И Петр вспомнил Что говорил ему Иисус Не успеет пропеть петух Как ты трижды От меня отречешься И в слезах Выбежал вон Вот предательство Нельзя сказать Случайное Что-то там В бреду Или я не знаю Спросонья Не разобравшись Сказал Но предательство Не запланированное Как Иуда Предательство По слабости А не по злому умыслу Предательство По неожиданности Ситуации И мне кажется Это очень важно Здесь было так подробно рассказать Вот сколько эпизодов Про Петра Мы читали В Евангелии Ну Несколько читали Но они все Богословски насыщенные Правда Там ты сын Бога живого Говорит Петр Христу Но не как он Там разговаривал Грелся у костра Как он рыбу Да Как он рыбу ловил Потому что там чудесный улов А здесь вот Бытовая зарисовка Почему Ну потому что Действительно Вот ожидание второго пришествия Которое Важно для общины Да Для общины Ранних христиан Оно предполагает И подобного рода опасности Вы думаете Вы выстоите Вы думаете Что все будет хорошо А вот история Про Петра То есть С одной стороны Может у вас это не получится А с другой стороны Даже если по каким-то причинам Вы сорвались У вас не вышло Устоять У Петра же было будущее Петр же И после Распятия и воскресения Остался апостолом Более того Ну его иногда называют Первоверховным То есть Первым из всех То есть Слабость И даже Какое-то падение Не уничтожает Христианина Не уничтожает Его будущее А дает скорее Ценный урок Редактор субтитров